Уже который год в городском совете ветеранов доброй традицией стали фронтовые поляны. Приурочены они к самым важным датам периода Великой Отечественной войны. Сталинградская битва, сражения под Москвой и, конечно же, 9 мая. Сегодня, 23 августа, именно в этот день состоялась Курская битва. Все вот эти знаменательные исторические и памятные даты, они отмечаются в Совете ветеранов с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны, тех людей, кто принимал участие непосредственно в этих битвах. На фронтовую поляну ветеранов Великой Отечественной войны пригласили после возложения цветов на площади Победы. В Рязани живых участников Курской битвы осталось всего 34 человека. На мероприятии смогло присутствовать только 8. Были очень рады тому, что, во-первых, молодежь их не забывает и вспоминает не только праздничные дни, а и поддерживает связь повседневной жизни и деятельности. В этот раз фронтовая поляна отличалась от подобных мероприятий. Председатель городского совета ветеранов Валерий Конопадский попросил ветеранов рассказывать несухие исторические факты о фронтах и наступлениях. Они поведали о том, каким трудом им досталась та или иная награда. Истории, за которыми стоят настоящие человеческие судьбы, заставляли ветеранов и переживать за товарищей, и от души посмеяться. Это те люди, которые в самом деле сегодня работают с молодежью. И как живая история, их само присутствие в молодежной среде – это уже урок мужества и урок воспитания. Надолго погрузиться в приятную ностальгию не получилось. За столом посидели всего два часа. А в конце Валерий Конопадский, полковник запаса, дал строгое наставление всем присутствующим ветеранам прийти на следующий год. Встречаемся здесь, на этом столом. Мы воспринимаем это как приказ. А приказ должен быть выполнен. Да, приказ должен быть этим. Пожалуйста, будьте здоровы.